Мы продолжаем говорить о нас любимых и о том, что нередко попадает на наши столы в качестве деликатеса. К слову, к таковым относится и колбаса. Она издревле и была деликатесом со сложной рецептурой. Для тех, кто любит колбасу и хочет знать о ней чуть больше, сегодня посмотрим на нее в разрезе, услышав определенную информацию из уст производителя. В студии, дорогие друзья, у нас сегодня Ксения Абасова, директор мясоперерабатывающего предприятия торгового дома «Вкусные Орские колбасы». К слову, 18 торговых точек в городе, но вот некоторые увидите вы в титрах, а об остальном мы поговорим с вами. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Мы очень рады, что вы к нам пришли, потому что это очень смелый шаг. У нас к вам накопилось много вопросов. Но вот прежде всего начнем с общего. Как вы оцениваете любовь горожан к колбасным изделиям? Ну, по десятибалльной системе, наверное, 11. Да что вы! Так оно и есть на самом деле. То есть любовь безграничная, постоянная, неугасающая. Люди какого возраста часто употребляют? Вы знаете, возрастного нет критерий таких. То есть вот мало до велико. Единственное, что категория сегмент немножко разделяется по приоритетам возрастным, а так в целом. А вот могли бы поделиться, да, вот что люди любят? Мудрые, что молодые. Мудрые, наверное, все-таки это наши старинные госты. Что копченые, что полукопченые, что вареные колбасы. Детки – это сосиски, сардельки, также вареные колбаски. Ну и все такие брутальные, так скажем, средневзрослые классы – это копченые колбасы и те же наши, те же вареные. Ну вот вы затронули такую известную всем аббревиатуру. Мы очень часто щеголяем этими словами, но мало понимаем, что за ними стоит. Это вот по ГОСТу ищем продукцию, и очень пугаемся, как ДТУ. Вот на самом деле так ли? Страшен черт, как его молют? Нет. На дворе 21 век, технологии, конечно, шагнули далеко вперед. Слово ТУ бояться не нужно. ГОСТ – это наш любимый старинный ГОСТ, но… Посмотрите, как производитель, разница, да, вот что подразумевается под ГОСТом, и что потребитель находит там в составе, а что под ТУ? ГОСТ – это определенный свод правил и закону, что туда закладка, то есть это государственная установка, которая ни вправо, ни влево. То есть если есть какие-то нарушения, то это уже очень плохо для самопроизводителя. А ТУ – это богатая фантазия технологов. Это не говорит о том, что хуже, просто это новинки, это какие-то ноу-хау и так далее, и так далее. ГОСТ – ну, мне кажется, ТУ боятся только взрослые поколения, то, что век информационный, они все равно старые пустои, и все то, что новое, кажется им более опасным. ГОСТ – скажите, пожалуйста, Ксения Константиновна, а вот под предпочтением потребителей можно ли назвать какие-то колбасные тренды? Может быть, и сейчас какое-то новое слово ввела в русский язык, но тем не менее. ГОСТ – да, в принципе, да. Есть такая позиция, как колбаса имперская, полукопченая, хит-продаж. ГОСТ – каждый, кто немножко в душе императора выбирает этот колбас. ГОСТ – есть колбаса славянская, вареная, обезжиренная, хит-продаж. И, в принципе, есть очень много, если мы говорим, опять же, отходим от классических ГОСТов. То есть мы говорим о ТУ, о новинках, о вкусных новинках, о, ну, о пистке продаж, так скажем, о этих позиций, так как я все-таки продавец, так или иначе. Поэтому, конечно, слово продажи у меня постоянно ассоциируется с этим. ГОСТ – а вот те, которые вы сейчас озвучили, название колбас, они чем характеризуются еще? Что в них такого особенного, за что их потребители выбирают? Вот та же императорская, мне прям нравится слово. ГОСТ – имперская, да? ГОСТ – дорогой, купил мне императорскую колбасу. ГОСТ – имперскую. ГОСТ – имперскую колбасу. То есть это то, что достойно тебя окажется. Да, 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 ждут. Ну, вкусовые, конечно. То есть в наше время каждый технолог – это, в принципе, сейчас волшебник. То есть если мы вернемся к предыдущему вопросу, что такое ГОСТ, ГОСТ – это шаблон, по которому ты должен сделать вкусно и никак иначе. ТУ – это вот уже у кого какой-то талант, у каждого технолога, у нашей технологи, ну, это, я не знаю, ну, это волшебники, от Бога. Поэтому много всяких, всяких-всяких. Чтобы вам все понять, вам нужно прийти и купить наши колбаски. Вот скажите, а вы могли бы поделиться секретами колбасной кухни? Вот когда определенный волшебник, технолог, ну, предприятие торгового дома «Вкусно-морские колбасы» говорит, ну, давайте добавим вот это. Вот вы добавляете, да, наверное, готовите. Вы маленькую компанию пробуете, да? Совершенно верно, существует, если говорится, уже более… Не фокус-группа какая-то есть? Конечно, есть дегустаторы, там немножко называется иначе, но если говорить для конечного потребителя. То есть делается, если немножко углубиться в кухню, делается определенный маленький замес, то есть составляется рецептура, составляются все вот закладки, делается небольшой замес. То есть на суд сначала всех внутренних товарищей, так скажем, предприятий, все это выносится, какие-то вносятся коррективы, изменения, добавления, вкусовые, все, все пометки. То есть есть опросные листы, то есть на самом деле очень серьезные. То есть даже есть, наверное, профессия, да, которая дегустирует колбасные изделия? Вот мы знаем сомелье, который спиртное пробует. Да, да, да. Тут колбасный вагнат. У нас даже бытует уже такое, да, что мы сомелье, в принципе, какого-то рода, да. Колбасный сомелье. А теперь, дорогие зрители, внимание, ответьте на главный вопрос. Есть ли мясо в колбасе и сколько? Мясо, конечно же, есть. Это же колбаса, его не быть там просто не может. Ну, много. По ГОСТу там только мясо. По ТУ там добавление куриного мяса, вот единственное. Но вкусовые качества не портят, только улучшают. Поэтому 100% колбасе, 100% мясо. Вот вы сказали, по ГОСТу только мясо. А вот в процентном соотношении сколько вот конкретно можно будет найти, предположим, глядь? Мы говорим, например, о той же докторской колбасе. То есть это 74% говядины, 26% свинины. Если мы говорим о русской колбасе со шпиком, сделанной по ГОСТу, то там 50 на 50. Вы так вкусно говорили, что я захотела невольно бутербродик с колбасой. Но мы, дорогие друзья, сделаем небольшую паузу. Прервемся сейчас на рубрику «Обзор пресса» для того, чтобы узнать последние новости сайта Максити 74, а также немного больше о журнале «На все столы». Тема нашего эфира «Колбасная душа». Если вы такой человек в душе, признаетесь в этом факте, то, пожалуйста, оставайтесь в нашей компании. Сегодня мы расскажем все и даже больше о колбасе. Кстати, в студии у нас сегодня Ксения Абасова, директор мясоперерабатывающего предприятия торгового дома «Вкусные Орские колбасы». Ну так, следующий вопрос. Ксения Константиновна, научите нас, потребителей, быть грамотными на рынке, приобретая колбасы. На что обращать внимание, чтобы исключительно правильные продукты попадали на наш стол? Ну, первоначально, это, наверное, все-таки аппетитный и вкусный вид, который ваш глаз порадовал на витрине и так далее. Второе, немаловажное, наверное, один из самых важных аспектов, это грамотность продавца. Который вам покажет, расскажет, покажет дата выработки, сроки годности, какие-то срезы, расскажет какую-то характеристику колбасы и так далее. Хорошо, предположим, продавец пошел нам встречу, достал нам палочку колбасы и дал возможность исследовать ее, пощупать, прочитать. Вот что мы должны там искать? Что гарантия качества? Как правильно прочитать состав? Тупик. Ну, на первом месте все мы знаем, что должно быть написано мясо, но, к слову, вкусные орские колбасы не вызывают сомнения в этом. А что еще должно, может быть, насторожить? А что, напротив, быть таким маркером хорошего качества? Ну, если говорить о выборе непосредственно, вот вы идете, вы выбираете, например, на завтрак, например, сосиски. Так. Сосиски даже, если говорить о технических характеристиках, то есть сосиска, помимо того, что вам, которая уже понравилась, приглянулась по цене, качеству и внешнему виду, она должна быть сухая. Если вы берете пакет в газовой среде, то есть вы берете не 200 грамм, а вы берете колючек, то есть это сейчас заводская упаковка. Есть такое понятие роса. Роса должна быть прозрачной, то есть там в любом случае влага какая-то существует, то есть это показатель прозрачности, то есть это показатель свежести, так скажем, продукта. Что важно. Что очень важно, я считаю. А какой цвет тогда должна приобретать роса, чтобы насторожила молеку? Прозрачная. Нет, прозрачная это говорит о качестве. О свежести. А вот если вот колбаса не свежая, если она мутнеть начинает, то она... Прям вообще хоть капелька мутности появляется, да, то уже можно говорить о том, что колбаса не свежая. Ну нет, на каждой упаковке существует дата выработки. Нельзя сказать, что колбаса не свежая. Но есть технологические процессы, которые нет. Если на капелька мутности какой-то там определенная, это ничего страшного. Тоже пугаться не стоит, да? Не стоит, конечно, совершенно. Если вы увидите плохой продукт, то вы не ошибетесь. Он будет плохим продуктом. Да, он выдаст себя благодаря другим еще признакам. Скажите, пожалуйста, Ксения Константиновна, изменилось ли и как производство колбас на сегодняшний день, так скажем, в сравнении с 5-10 летней давностью? А может быть, даже позднее можем заглянуть. Позднее, наверное, да. То есть я хочу сказать, что технологии шагнули далеко вперед. То есть опять же возвращаемся к нашему волшебному на сегодня слову ТУ. То есть настолько изменился весь технологический процесс абсолютно. От состава до оборудования, от начального до конечного вот этого всего результата. Потому что что... Сформулирую сейчас. Как-то вот это вот повлияло на конечный продукт, который важен для потребителей? На изобилие и разнообразие повлияло очень сильно. То есть конечный покупатель у нас сейчас, в принципе, достаточно избалован. Поэтому конкуренция жесточайшая. Поэтому, опять же, технологи-волшебники. То есть у каждого свое производство делают свое дело. От этого и зависит, так скажем, объем потребления на рынке. Ну, еще один немаловажный вопрос. Вы правильно упомянули, что на рынке сегодня жесточайшая борьба за потребителя. А потребитель вкус более искушенным стал. Вот скажите, пожалуйста, за какие достоинства потребители выбирают именно торговый дом вкусные ордские колбасы? И почему бы вы советовали обратить внимание для тех, кто, может быть, не знаком с этой продукцией? Ну, во-первых, эта фраза, наверное, достаточно избита. Ну, так оно есть. Это соотношение цена и качество. Так как мы все-таки гости на вашем рынке. Мы город Орск, Оренбургская область. Посетив вас впервые, как бы мы были очень приятно удивлены тем, что нас у вас не хватает. Так скажем. Поэтому, когда мы уже организовали торговый дом непосредственно здесь, то есть мы конкурентоспособны по цене с местными производителями. Это однозначно. Вкусовые качества у нас, я считаю, лучше. Потому что правильно подобраны сырье, специи. То есть весь этот букет подобран правильно. Как вы сказали, что просомилие – это вот как хорошее вино. То есть у каждого технолога свое видение, у каждого технолога свои вкусовые ощущения и так далее. Вот у нашего технолога как бы все это совпало. И совпало с мнением покупателей города Магнитогорска. Ну что ж, мы чрезвычайно этому рады. Это ведь не просто слова, а определенные факты тому подтверждения 18 торговых точек в городе Магнитогорске за 10 лет присутствия на Магнитогорском рынке. Еще раз напомню, сегодня у нас в студии был директор мясоперерабатывающего предприятия торгового дома «Вкусные Орские колбасы». Ищите их, спрашивайте, пробуйте и, конечно, наслаждайтесь вкусом и прочими достоинствами данной продукции. Спасибо вам большое, Ксения Константиновна. Спасибо вам. Я давно мечтала просто о таком госте, чтобы задать все свои волнующие вопросы. Вот, наконец-то, моя мечта сбылась в прямом эфире. Вы, дорогие друзья, напомню, присоединяйтесь к беседе «Колбасная душа» – так звучит тема нашего эфира. Как часто колбасные изделия оказываются на вашем столе? Какие наиболее любимые, а также порассуждайте о полуфабрикатах. Спасение ли это в современном мире или нет? Мы ждем ваши сообщения, а пока предлагаем продолжить эфир следующим аспектом нашей рабочей программы.